Казачий лагерь Ведоману Ведогору Трихлебову было именно впечатление о абсолютном единстве по взглядах и мнениях, которое удалось нам достигнуть по основным направлениям, связанным с вероисповеданием, а также по основным направлениям, связанным с программой возрождения древних основ родной веры и возрождением древних основ созидания благодетельного потомства. Буквально на 98% у нас достигнуто полное единство взглядов. И как сейчас я убедился из доклада Межемира, на 98% он уже рассказал то, что хотел рассказать я. Мне остается только дополнить его выступление конкретным предложением, в котором я с его помощью теперь осмеливаюсь, скажем, выступить перед вами и предложить его к реальному исполнению. Но сначала буквально два слова о нравственно-этическом состоянии современной молодежи, для того, чтобы понять, что опираться, кроме как на самих себя, нам просто не надо. С подачи председателя русской общины Виктора Ивановича Семенова Светозара в имя наречения, я узнал, что во времена Второй мировой войны Гитлеру была подана докладная записка от его генералов, которые курировали деятельность концентрационных лагерей. В этой записке было указано, что женщины-славянки в возрасте до 30 лет незамужней поголовно являются девственницами. В связи с этим фюреру, как бы с выражением полного почтения и подчиненности, высказывалось пожелание немедленно отвезти войска назад, ибо эту нацию победить невозможно. Поэтому, вдумайтесь, вроде бы совершенно взаимонезвязанные вещи, но немцы, как представители западных славян, сразу поняли, что эту нацию победить невозможно при таком нравственно-этическом и духовно-нравственном климате, царящем в этом этносе, в этом народе. Поэтому, по итогам войны, те, кто сегодня пытается чувствовать себя хозяемами этого мира, и в определенной степени, к сожалению, им это удается, я говорю вам о международном правительстве, которое использует парламенты и президентов стран как марионеток, использует выполняющих их волю и проводящих их политику в странах. Основной упор по разложению духовно-нравственных основ, основ, слов ясно, был сделан именно на уничтожение нравственности в женской среде. Я живу на первом этаже, и неоднократно по неволе приходилось слышать разговор на скамеечке 14-15-летних девиц о том, как они провели лето, у кого длиннее, у кого толще, и сколько они за лето успели перепробовать. В связи с этим я и осмеливаюсь, скажем, озвучить ту идею, которую фактически озвучил Межимир, но только он это сделал очень, скажем так, с высоты птичьего полета, я постараюсь это сделать как бы вот непосредственно. Когда я стал советоваться с основными лидерами нашего движения о способах и формах внедрения этой идеи в нашу среду, высказалось, скажем, среди них были высказаны опасения о том, что меня обвинят в сотенёрстве. Но, тем не менее, если вы возьмёте любую прессу на сегодняшний день существующую, а также любую телепередачу, скажем, ну ту же «Фабрику звёзд», то вы поймёте, что имеет место наглая торговля нашими девушками, вывоз их за рубеж и фактически уничтожение, ну в лучшем случае растраты, растранжиривания, а в худшем случае уничтожение генофонда нашей нации. Поэтому идея заключается в том, чтобы создать информационный банк, доступ к которому имели бы только советы наших с вами общин, которые, и этот банк объединял бы сведения из России, Белоруссии, Украины и всех славянских стран, той же Сербии и той же Югославии, то есть всех славянских стран, которые нам удастся собрать в этот единый информационный фонд, сведения о том, что молодые люди ищут для себя будущих супругов с целью создать славянскую семью для продления рода. То есть цель продления рода с соблюдением, скажем, нравственных основ и традиций старой веры. Именно для создания староверческой многодетной семьи. Выглядеть это может очень просто. Значит, направляется через интернет, вот в наши общины, мы передаем друг другу от совета к совету. Фотографии таких возрослевших детей с их родителями. Описание, значит, где учатся. Не ширина бюста там, длина ног и то, что сейчас во всех газетах пестрит, что является основным мерилом во всех конкурсах красоты. Не это. Где учится девушка или парень, кто является его родителем, то есть сразу показатель той веси, той касты или варны, которая принадлежит будущий супруг или будущая супруга. Где они сами учатся, это тоже показатель их варны и касты. Каковы их планы на будущее? Каково желание скольких детей иметь? И, наверное, всё-таки один параметр можно указать, длина косы. Потому что вот вы все держите в руках третий номер нашего журнала, и там большая подборка о том, что космы или власы есть сборник и накопитель небесной силы и силы рода, как у мужчин, так и у женщин. Я считаю, что этим мы не вызовем какие-то там кривотолки, а наоборот противопоставим вот этой вот системе расхищения нашего генофонда собственную систему собирания его и возрождения. Ещё раз хочу подчеркнуть, что эти сведения будут передаваться только от Совета одной общины к Совету другой общины. И на Советах этих общин будет это сведение обнародовано. Затем планируется вот этот институт сватовства возродить по всем тем правилам, которые существовали у нас издревле, и ещё буквально вот в начале прошлого века они полностью действовали. Приведу пример. Естественно, что творянство вырождалось наиболее быстро, поскольку, генетически наиболее быстро, поскольку очень много, скажем, инородцев пыталось внедриться и разрушить великую державу под названием Россия. И те дворяне, которые помнили о законах Рита и плюли чистоту своего генофонда, и не могли в своей среде найти достойную невесту по тем или иным причинам, в основном из-за кровосмешения, которое началось с касты купцов и быстро перебросилось в касту дворян. Это кровосмешение достигло таких размеров, что не могли найти достойную невесту. Поэтому дворяне иногда шли даже на то, что находили здоровую крестьянскую семью и заключали договорённость с родителями, о том, что они забирают девицу к себе на полное обучение, полное воспитание с последующим, как бы, выходом замуж за их подрастающего сына. Именно вот для того, чтобы сохранить генофонд и чистоту генофонда. Поэтому в нашем современном мире мы видим это следующим образом. Как только, скажем, такие сведения поступают в общину о девицах и о, скажем, молодых людях. От советок советуют, эти сведения распространяются. И поступают они к родителям. Родители уже созваниваются и устраивают смотрины для молодых. То есть без участия родителей это не происходит. Смотрины полностью организуются общинами и родителями, входящие в эти общины. Далее, естественно, учитывается мнение молодых. У нас во втором номере в интервью отца Александра это рассказано очень чётко. Если они приглянулись с первого взгляда, им даётся срок не менее двух месяцев. Это два сорокадневных славянских месяца. Получается 81 день на то, чтобы привыкнуть друг к другу и узнать внутренний мир, узнать планы, желания и взгляд на семью и на будущую жизнь. Если, скажем, за этот период у них возникло желание, с учётом их гороскопов, вы все прекрасно знаете заповеди, числа Бога и других Богов относительно вступления в семейный союз, относительно учёта астрологических характеристик. Если всё это складывается, тогда можно было бы вести речь о создании семейного союза. Это, только это, мы считаем, поможет нам восстановить наш генофонд и восстановить древние родовые традиции. Поэтому в журналах наших, в следующих номерах, мы эту идею очень аккуратно, дипломатично выскажем. Но я считаю, что здесь мы должны это обсудить за круглыми столами и достигнуть принципиальной договорённости. Потому что если мы не подхватим эту инициативу, то идея может остаться просто идеей, а не реальным воплощением её в жизнь. Вот вкратце я ослучил то, что предлагается. И в данном случае Украина автоматически уже эту идею поддержала и включается в эту систему. Для того существует связь между нашими общинами. И интернет позволяет даже эти фотографии достаточно оперативно от совета к совету перенаправлять. Эти вот предложения, эти сведения. И ещё раз подчеркну, что всё будет происходить только следомо родителям. Благодарю за внимание. Всеслава привёл хороший исторический пример касательно Второй мировой войны. И я как раз вспомнил то, что происходило в Украине. В 1942-1943 году в Украине, в оккупированной части Украины был назначен генерал-губернатором Орехков. Ну, историкам должно быть известно это имя очень хорошо. Это один из наиболее известных нацистских деятелей. Ему пришло, значит, в его ведомство уведомление о том, что он, тоже, что и говорил Всеслав, ну, касательно украинских женщин. Он дал ответ своим, как это назвать, исполнителям, да, нижестоящим структурам. Он написал одно пожелание. То есть, один план дал, одну схему уничтожения, как было написано, биологические силы украинского народа. Он написал, приличите украинскую женщину бить. И вы решите проблему биологической силы украинского народа. Это тоже касается и других славянских народов. Мне кажется, что сегодня в Украине реализируется программа Эриха Коха. Ну, теперь по вопросу. Суть вопроса сводится к следующему. Для зачатия потомства существует конкретное время, месяц и часы. Что об этом знаете, просим ответить подробнее. Да, известно. Не могу с этим не согласиться. Действительно, так, для зачатия детей существует конкретное время, то есть, благожелательное время. Что это за время? Когда-то у меня, я разговаривал с христосианами, ну, христианами, более говоря, они задали мне вопрос. Вот, кто Боже Бог? Вот, мой Бог Иисус Христос. Он повелевает Солнцем. Я ответил, нет. Если мой Бог Солнце хотя бы один раз не взойдет, об этом Боге никто и помнить не будет. Ориентируемся на Солнце. Солнце — это то, что дает нам жизнь. То есть, наиболее энергетическое время солнечного действия, то есть, на Купала, ну, у нас празднуется Купала в Украине 21-го червня, второй месяц лета. Я не помню, как будет по-русски. Летнее солнцестояние. Вы... И... 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 Вы поняли меня одним словом. В это время наши предки зачинали детей. Иногда, скажем так, с насмешкой говорят, о, на Купала пошли, сейчас у них там будет разврат. Ничего подобного. Это делали. Только пары замужеские. То есть, те, которые создали уже союз. Потому что солнышко в этот час, в это время, оно имеет наибольшую силу. И наши дети рождались, как правило, зимой. А зимние дети, все хорошо знают, что зимние дети более здоровые, чем дети лейные. Поэтому, плюс к тому, что у нас было единое мировоззрение, мы были в основном рождены в один и тот же час. То есть, под одними и те же звездами. От Купала, мы считаем, 9 месяцев. Этим нация или народы наши еще более усиливались. Наша психология, психотип наш, он был идентичен. Мы легко понимали друг друга. Возможно, поэтому и тогда не было конфликтов между разными ветвями наших родов. Ну, это касательно времени зачатия ребенка. Неблагожелательно зачатие на низком солнце, то есть, на господавшем солнце. Если я ответил... Спасибо.